Атмосфера в отношениях между нашими странами. Но самое это главное заключается в том, что в том, что современные угрозы, они сосредоточены главным образом в сфере борьбы с терроризмом, с распространением наркотиков, с торговлей людьми, с организованной преступностью, с распространением оружия массового уничтожения и средств его доставки. Вот эти проблемы мы можем решить только совместно и на внеблоковой основе. Насколько мне известно, руководство Финляндии с этим согласно. Ну а окончательный выбор, конечно, за финским народом и за финским руководством. Прошу вас, представьтесь, пожалуйста. Мир живой Фингушетия. Владимир Владимирович, 2006 год действительно был очень удачным для всей России. Как вы сказали, в том числе и для многих регионов Ингушетии. Ингушетия в последнее время характеризует как политически стабильную и динамично развивающуюся территорию. Но имея в виду, что это самый молодой субъект в Российской Федерации, скажите, будут ли предприняты меры по выравниванию бюджетной обеспеченности регионов? Спасибо. Такие меры уже предпринимаются, и вы наверняка знаете об этом. Я не помню, в абсолютных величинах, но примерно 23% всей помощи, которая направляется с федерального центра в регионы, приходится на Южный федеральный округ, и прежде всего, конечно, на Республике Северного Кавказа. Значительная помощь оказывается и Ингушетии. И здесь несколько направлений деятельности. Это прямая поддержка из федерального бюджета, это деятельность в рамках инвестиционного фонда, которая будет главным образом направлена на развитие инфраструктуры. И я очень рассчитываю на то, что все эти направления деятельности, в том числе и осуществление национальных проектов, а здесь мы должны действовать совместно с субъектами Российской Федерации, всё это приведёт к изменению, к кардинальному изменению ситуации в Ингушетии на всём Северном Кавказе. Главная задача, как мы с вами знаем хорошо, – это создание новых рабочих мест. Кстати говоря, покушение на Муфтия в Ингушетии, я внимательно смотрю за тем, что там происходит, лишний раз говорит о том, что проблемы борьбы с терроризмом и с преступностью ещё далеко у нас в стране не решены. И лишний раз подчёркивает, что люди, которые совершают такие преступления, у них нет ни совести, ни чести, ни вероисповедания. Будем продолжать самым активным образом пресекать деятельность подобных преступных группировок. Мил, пожалуйста. Московское информационное радио СТФМ, Седых, Татьяна. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, после окончания президентского срока намерены были остаться в Москве или всё-таки предпочтёте Санкт-Петербург? Спасибо. А вы откуда? Москва. Москва – хороший город. Спасибо. Пожалуйста, в белом свитере, во втором ряду, в светлом свитере, коллега. Андрей Белкин, областной телеразвучательной сети города Новосибирска. Владимир Владимирович, у меня вопрос, связанный с законодательством. Суть в том, я думаю, что не только в нашем регионе, но и в других есть проблема вдов и детей, погибших в локальных войнах. Сегодня законодательство изменено и трактует так, что, допустим, льготное какое-то обеспечение может получить только та семья, где моложе 18 лет, потому что там приравнены, сейчас скажу, как правильно называется, одинокопроживающие. Когда человеку, допустим, ребёнку исполняется 18 лет, у них автоматически забирают все льготы. Не важно, двое в семье детей, трое, не важно. Но семья, по сути, обречена, ну так, по большому счёту. У меня вопрос, вот в чём, будет ли государственная поддержка вот именно вдовам и детям погибших в локальных войнах? Поддержка оказывается. Когда вы говорите о тех, кто достигает возраста 18 лет, это по действующему законодательству уже взрослые люди, да? И законодатель исходил из этого соображения. Насколько мне известно, информация, которая я располагаю, очень близка к истине, и Министерство обороны, и Федеральная служба безопасности, и Министерство внутренних дел очень внимательно относятся к семьям своих погибших сотрудников. Я сам за этим стараюсь следить. Ну, допускаю, конечно, наверное, бывают и случаи неадекватного реагирования на конкретную ситуацию в той или другой семье. Что касается поправок законодательства, то я лично готов поддержать любые поправки, которые будут направлены на обеспечение интересов семей погибших в наших войнах. Любые поправки. И нужно только, чтобы законодатель и соответствующие ведомства вышли с обоснованными предложениями. Коллега из Минска, пожалуйста, представьте. Вообще, должен сказать, что мы, конечно, в долгу перед этими людьми, в долгу перед их семьями, потому что в самый сложный период становления новой российской государственности они своим телом закрыли Россию и помогли ей выставить в самый трудный период времени становления страны. И наш просто священный долг, не хочу бояться высоких слов, священный долг сделать всё для того, чтобы поддержать семьи погибших и помочь тем людям, которые получили ранения либо увечья. Ольга Тарасевич, еженедельник-обозреватель город Минск. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, как спасти союзное государство? Зачем его спасать? Нужно просто работать спокойно, без эмоций, над решением тех вопросов и тех проблем, которые могут быть решены в ходе доброжелательного и конструктивного диалога. У нас постоянно меняется понимание того, что мы могли бы считать союзным государством. Вы и сами наверняка об этом хорошо знаете. Мы неоднократно слышали от белорусского руководства, что белорусской стороне импонировало бы объединение по советскому образцу. Но если это так, то мы должны... Ну, давайте по-честному скажем, что такое по советскому образцу. Советский Союз был суперцентрализованной страной. Там на бумаге были какие-то права у союзных республик, у автономных. Реально ничего же в жизни этого не было. Это было централизованное унитарное государство. Поэтому, когда мы это услышали, мы сказали, ну что ж, давайте тогда интегрируемся в Российскую Федерацию. Но сразу же после этого мы услышали другую позицию, что нужно защищать суверенитет. Мы с этим согласны. Мы готовы идти по этому пути, когда субъекты будущего союзного государства будут обладать полным, либо неполным суверенитетом. Ну вот возьмите Евросоюз. Я тогда предложил, давайте по пути Евросоюза. Этого недостаточно. Нужно, чтобы объединение было более глубоким. Но нам нужно найти, какая форма нас устроила бы и нас, и наших белорусских друзей и коллег. Ну чего это греха таить? Это этнически, исторически почти один и тот же народ. И, конечно, при самобытности белорусского народа, при свободности его культуры и так далее, но очень много общих элементов. Согласимся с этим. Поэтому, но если сегодня ситуация такая, что и белорусское руководство, и подавляющее большинство населения дорожат суверенитетом, давайте будем искать такие формы. Но ведь при любой форме объединения, возьмите даже такую достаточно либеральную форму, как в Евросоюзе, всё равно создаются какие-то наднациональные органы. Всё равно происходит передача частичного суверенитета в эти национальные структуры. Но нужно найти оптимальный этот вариант взаимодействия и движения по этому пути. Мы за обсуждение любых приемлемых, повторяю, вариантов создания союзного государства, приемлемых для белорусской стороны. Важно только, чтобы это не привело к какому-то хаосу внутри наших стран. Но я, знаете, вспоминаю просто период противостояния между союзным парламентом... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...